ну допустим а по лесу я иду швандара везде ищу все найти здесь не могу что мне делать том лесу так за текстур я уже говорил они здесь офигенные а может быть если вы этого не слышали значит я это вырезал что в принципе правильно сделал но если вкратце вот это задняя задний background он просто божественен особенно в 2020 году но поскольку игра 2014 она особо не важно но даже в том году это было уже наверно запредельно трешово но никто особо на это время внимание не обращал учитывая то какая была первая часть этой игры ну не этой конкретной игры а вообще в принципе по подобной тематике то это офигеть какой прыжок в графике на тот момент опять же таки повторюсь во времени мать его так раз у нас генератор давайте сделаем так мы сделаем они мы не сделаем так мы так не сделаем я просто хотел я чё хотел такой думаю сейчас короче отбегу все эти генератора типа да чтоб узнать заранее их местоположение и типа херок херок потом по-быстрому по-быстрому все это дело включить но нет игра же у нас умная да и говорить типа не чувак ты так ни хера не сделаешь ибо двери ты двери ты не откроется братан пока ты не включишь все остальные генераторы точнее самый главный так ну собственно говоря раз-два поехали сейчас начнется там уже приключения жопораздирающие скорее всего скорее всего я вырезал прошлые попытки потому что прошлые попытки заканчивать закончились фиаско и думаю это уже третья получается попытка бог любит троица значит думаю все должно получиться но опять же не факт я не помню на каком уровне сложности я начинал это прохождение но не думаю что на каком-то запредельном поскольку я все-таки не мазохист а игра довольно таки сложно особенно вот вот этот уровень конкретно этот уровень он наверно самый сложный из всех уровней конечно я говорил так про второй уровень но теперь я понимаю что очень сильно в этом ошибался смотрите сразу два генератора даже три получается в одном месте это здорово для это чучело бегает я у даже не вижу иди нахер это было больно мать твою эти достану потом один остался и и макарек 11 всего один я уже вижу слендера до почему-то так быстро выдыхаешься баба блин давай быстрей в конце-то концов ты в такой ситуации находишься у тебя адреналин просто должен из всех щелей по моему бить какой нахер есть это это вин это вин с первой же попытки почти но поскольку вы две прошлые попытки не видели значит с первой попытки это просто изи если она сейчас конечно не прикончат а нас в принципе могут прикончить отдыхай мать по совместительству сестра так вот здесь должен быть выход по идее да все да мы все запустили отлично это блин впервые вот честно впервые на этом уровне я прям так быстро прохожу конечно же она рано рано радоваться на самом деле потому что слендер может нас достать вообще в любом месте мы это все с вами прекрасно знаем где вот она сколько раз и кстати надо меня поймать чтобы я закончился я не помню по моему раза два так и как отсюда теперь выбраться мы по моему просто по кругу вы блять тут нехорошо в таких моментах ходить по кругу когда-то уже почти все закончил или но будет обидно просто просто обидно по-человечески обидно так вот вроде вот здесь выход у нас да если если туда пойду и я я не знаю уже давно не играл в эту игру и даже учитывая прошлые попытки я нихера не запоминал чё здесь где находится наслендер меня щас точно догонить если я буду так слоу пучки поэтому давайте просто рвем когти насколько это возможно так ну да вот все вот этот главный зал главное помещение отлично отлично нам нужно всего лишь добежать до грёбаного лифта который вот в принципе уже здесь рукой буквально вот подать отстань пожалуйста слендер нет нет я нажму я нажал отлично облегчение и вот все все понимаете уровень на этом закончился начинается четвертая стадия там по-моему да спида раковые опухоли прогресс прогресс сохранен сцену можно выбрать в меню окей так ну и в принципе финишная прямая грубо говоря здесь надо будет сейчас сам максимальная атмосфера потому что саундтрек офигенные пейзажи здесь наверно здесь наверно самые красивые пейзажи в игре открываются так на фонарь на больше не нужен батарейка в этой игре на камере указывает в принципе и на то что сюжет скоро закончится чем меньше заряда чем ближе мы к финалу это типа так просто держу в курсе тени здесь очень офигенно работают но это неважно поскольку вы просто посмотрите на пейзажи да конечно 2020 году это уже смотрится просто зашкварно в некоторых моментах это видно невооруженным глазом но когда я в это играл я не устану это повторять я просто боготворил эту графику это было просто божественно а в сочетании с идеальным эмбиентом это доводило буквально до оргазма да нравится мне такие игры с этим просто нельзя спорить просто классно что это такое что-то я такого не помню чарли 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 ужин готов но это хорошо а чё это такое я не помню чтобы я такое находил в пиратской версии игры блин ни хрена себе это какое-то дополнение неофициальное ну точнее официальная игра же в стиме я же я купил странно ну-ка давайте-ка пройдемся по берегу посмотрим что у нас здесь не вот это вот для меня сейчас впервые я вообще такого не видел и не помню что было такое когда я играл много лет назад в эту игру но этого определенно я точно этого не видел блин классно кстати даже графика по моему немного не такая опа еще чё то нифига себе прикола интересно каких-то да я да 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 я иду какой то что это паровозик томас что это мы собираем такое ну как бы мне кажется что по основной задумке надо было идти туда как бы ну очевидно а мы сейчас отклонились от маршрута я надеюсь что мы сможем вернуться и посмотреть что будет в итоге там а это не будет какой-то концовкой нет это какая-то какие-то детали непонятные надо поближе заглядеть первый раз мне казалось да 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 я иду подожди ты чё за мной они меня преследуют походу нет это какие-то фонарики что это такое даже понять не могу ой чё-то меня открыть начинает это от голода что ли или чуть-чуть что происходит алло вау блин них и нас я как будто другую игру запустил да угомонись ты девушка может быть я не так голоден меня уже походу вся семья пошла искать что что это такое части какой-то ракеты мы сейчас в космос полетим spacex путешествие на марс бля если б меня так мои родители звали усерно просто я бы наверное точно бы не пошел потому что это уже как-то странно все звучит ого да хорош паниковать блять блять алло ебанара залаз колобана это сейчас было заклинание чтоб меня не поймали запоминайте его бля чувак я понимаю да куда то мы вообще не туда зашли надо было идти жрать это определенно было бы лучшим выходом а бля все пизда а только если это как-то связано с сюжетом я не совсем понимаю чё за чапли а а чарли возможно чарли это возможно тот самый чувак листовки которого разбросана по всей игре там на деревьях типа пропал чувак там фу фу я на секунду подумал что я короче что я короче меня откинула обратно в тот самый лес которого мы начинали блин прикольно но теперь я хочу посмотреть что было бы если бы я пошел в этот в дом я могу сейчас интерьер еда я же могу в принципе откатиться но не факт что он там теперь появится медведь а вот и по воспоминания нет ну-ка давайте посмотрим давайте теперь пойдем а здесь нет наверно варианта там или есть типа меня зовут хавать а я такой пошел хавать а ну вот они сидят да окей но мне походу не дадут такого варианта выбора то есть я в любом случае должен был идти сландеру в руки в лапы щупать ну как бы я здесь открывайте калитку алло you don't быть ты не можешь юзать фонарик но как-то спасибо он мне не нужен сейчас то есть тут без вариантов да я в любом случае а если я пойду например поплыву поплыву нахер отсюда я просто в любой в любых играх всегда хочу пойти как-то не той дорогой как задумывает разработчика хочу сломать систему так у меня есть например окей понял ладно другого выбора здесь нет встречи силейшим ну погнали тогда ёпту мать а где это мы а ну да все правильно на в этом помещении я что-то и забыл послушаем еще раз этот офигенный ambient и продолжим прохождение окей разобрались второго выбора там нету нас ловит сландер это типа небольшая ну как мне кажется это небольшое вступление по поводу того чувака которого ищут листовки то листовки про которого везде были там расклеены допустим типа именно так он потерялся чувак чувака заманил сландер типа смотри какие у меня классные игрушки пошли вместе играть а то мне одному скучно и он такой ну почему бы и нет так у меня 4-то отключены год трабл но он теперь выключен что-то если я сейчас буду бесконечно бегать и меня сландер не может убить то это уже получается какая-то нечестная игра а сюжетка хочу пройти по честному так что я ну вроде выдыхаемся до записки на особо читать не будем чисто потому что я этот английский них они очень понимаю но типа я чувствую себя лучше но дома дом закрыт в лесу это типа меня как-то изолирует тебе надо с типа что-то там вокруг короче лучше я понимаю что это место я думаю лучше чем то себе лучше здесь остаться в этом месте я иду вместе с тобой потому что мой дом наполнен безопасностью типа что ли мой дом безопаснее ой на лет что такое на лет я за что миллс это гвозди может быть я типа заколол окна ну да скорее всего типа забил окна и типа не могу их открыть что ли что в этом роде я не могу за суть какую-то вторую неделю или месяц я короче устал давай пойдем вместе с гейтс или рядом с гейтс я обещаю что это будет безопасно короче в общем вы все поняли на поэтому я записки не читаю да я хочу умереть удачи господи так вот если кому-то интересно если вдруг кто-то не знает что это за игра и он смотрит типу и прохождение именно на моем канале то во первых чувак тебе респект ё-моё и вот этого я не помню типа какой-то чувак говорит это типа мои какие-то там мысли помоги мне найти какие-то там провести какое-то расследование окей блин а я теперь даже не жалею о том что я купил эту игру в стиме ведь в пиратке я такого не видел серьезно говорю так вот вернемся к теме есть там кто-то вдруг с чего-то решил посмотреть именно мое прохождение на на моем канале и он не в курсе что там вообще-то происходит каким-то чудом непонятным такое бывает все же я такого не исключаю типа блин чувак тебе во первых огромного ажуха за то что ты смотришь именно на моем канале это прохождение а во вторых ты можешь поставить видео на паузу и соответственно если ты владеешь английским языком в принципе особо-то сильно им владеть не нужно перевести эти записки но так или иначе ты можешь этим воспользоваться и перевести чисто для себя вот поэтому я буду каждый из них открывать по мере возможности чтоб вот такая возможность у вас была до автология получилась но тем не менее блин вот это классно серьезно классно потому что впервые я не я такого не помню потому что я этого не видел и не устану это повторять но это так и есть так о чем мне нужно здесь найти чувак говорит мне нужно какие-то какое-то расследование провести чтоб что-то там вспомнить это так чисто поверхностно он очень тихо говорил вообще непонятно ну давайте проведем так вот что-то я уже вижу чарли опять про кого-то чарли нам рассказывают видимо сгорел в каком-то котле то есть slander собрал всех в одном месте и сжег ни на что не намекаю но по моему немцы делали то же самое ладно чё то мы совсем уже не в те дебри пошли а чё делать-то типа ну в доме зашел а что дальше нашел листок это должно меня как-то навести это чё это шаха что лолд серьезно прикольно смотри жигуль охренеть так типа у меня есть камера новыми они есть какой-нибудь точной там этот как волк власти нет печально а чё здесь должен исследовать калитка мы приехали в какой-то заброшенный дом нашли листок и все там в развалинах тоже ничего нет ладно короче это мы наверное оставим на следующую серию потому что игра будет как-то слишком наверное короткая если я прямо так все быстренько пройду с этим мы обязательно разберемся всем огромное спасибо за просмотр с вами был сиджей и до скорых встреч